Теорема трапеции. Теорема трапеции относится к четырехзвеннику. Предположим, что в некоторый момент времени движение вот этого четырехзвенника, одно звено, второе, третье, четвертое, напоминаем, это была Земля, в некоторый момент времени так случилось, что одно звено, среднее звено, оказалось параллельно Земле, то есть основанию. Это линия, проведенная через основание. То есть фактически, если будем считать, что эти опоры лежат на одной горизонтали, то есть будем считать, что в некоторый момент времени среднее звено стало горизонтальным. Вот в этот момент оказывается уникальное свойство трапеции, но в каком-то смысле интересное. Состоит в том, что угловые скорости боковых звеньев оказываются равны, причем сама трапеция вовсе неравнобедренная. Интуитивно кажется, а трапеция равнобедренная, то бедра одинаковые, стороны одинаковые, то получается и угловые скорости одинаковые. Да нет, в том-то и дело, что они могут быть любыми. Покажем это. Достаточно одного уравнения, уравнение трехугловых скоростей, причем с у, то есть те, которые содержат у. Ну, условно говоря, иногда в проекции на ось у. На самом-то деле, как раз когда выводилось уравнение с у, мы проецировали на х, а когда с х, мы проецировали на у, это при выводе уравнений трехугловых скоростей. Итак, вот это у нас один, два, три и четыре, это у нас шарниры. Звенья мы в кружочке обведем. Один, два и три. Третье звено. Ну и записываем уравнение с у, уравнение трехугловых скоростей. Омега-1. Кстати, здесь вовсе не обязательно писать у2 минус у1. Можно в любом последовательности, но главное, что подряд. Давайте напишем наоборот. И как мы там писали, например, у1 минус у2 плюс омега-2. Так удобнее запоминать. 1,1, здесь будет 2, стало бы здесь будет тоже 2. А здесь больше, минус у3. И плюс омега-3 на у тоже 3. Минус у4 равняется нулю. Вот такое уравнение. Нам этого достаточно, этого уравнения, для того, чтобы вывести теорему трапеции. Ну, может быть, теорему трапеции, не надо было бы назвать теоремой свойства трапеции. В некоторых учебниках называется это не теорема трапеции, а свойства трапеции. Теорема это слишком уж обязывает к всеобщности. А здесь, в общем-то, частный случай многозвенного механизма. Даже не многозвенного, а трехзвенного механизма. Итак, что у нас получается в данном случае? Если у нас ось у вертикальна, то это слагаемое 0. у2, у3 на одном уровне. А у1 минус у2, это вот это расстояние. Ну, значит, это знака минус. А это у3, у4. Они равны. Если обозначим вот это вот за h, то здесь тоже будет h. Но только у1 минус у2, это будет минус h. Значит, омега-1 с минусом на h. Плюс, а здесь будет омега-3, у3 минус у4, просто h. Плюс омега-3 на h. Равняется с нулю. Но h благополучно сокращается. И получается угловые скорости боковых звеньев, четырехзвенника, в тот момент, когда среднее звено параллельно основанию, ну, или, можно сказать, параллельно четвертому звену, то есть Земле, то вот в этот момент угловые скорости боковых звеньев равны. В этом и состоит теорема трапеции. Может быть, она, конечно, имеет некоторые частные случаи, но ведь вполне возможно, что эту трапецию можно, так сказать, повернуть. Не обязательно горизонтально, можно под некоторым углом развернуть. Но в любом случае, вот это очень удобно. Кстати, может быть трапеция и такая, совершенно, так сказать, невероятная. Ну, например, вот одно звено так вот, да, это параллельно, как мы договорились. А вот это звено, вот каким-то таким вот образом. И все равно, независимо от, как бы вот это звено не располагалось бы, угловые скорости их равны, лишь бы вот это было параллельно вот этому. Вот причем равны не только по модулю, но и по величине. То есть мы, вообще говоря, в уравнениях, это надо было отдельно сказать, конечно, вот в уравнении трехугловых скоростей, вот в этой теореме трапеции, мы имеем в виду, мы имеем дело не с угловыми скоростями, а с угловыми скоростями в проекции на оси Z. То есть не модули здесь стоят. Надо было написать хорошим-то омега, там, КТ, Z. Потому что иногда бывает омега один больше нуля, больше, меньше нуля. То есть вот в этих уравнениях у нас все угловые скорости в проекции на оси Z. Не модули, не модули. С модулем ничего не получится. Вот в этом характерная особенность вот таких аналитических способов. Вот что метод кинематических графов, там все стоят омеги Z. Что вот в этом способе трехугловых скоростей, там стоят все омега Z. То есть может быть и плюс, может быть и минус, больше нуля, меньше нуля. Что нельзя сказать про метод мгновенных центров скоростей? Там модули. Поэтому решая задачи метода мгновенных центров скоростей, мы узнаем модули, а вот направление приходится уже, так сказать, руками разводить. Дегага налево, направо, против часовой. То есть вот этот метод мгновенных центров скоростей, он в каком-то смысле ущербный. Более простой. Там находятся только модули. Ну, конечно, и метод план скоростей тоже находит, конечно, модули. Тоже графический. Вот два графических способа. План скоростей и мгновенный центр скоростей. А этот способ аналитический. Ну, конечно, он частный случай, особенно трапеции. Должен быть параллельно. Но вполне рабочий. Спасибо. Продолжение следует...